До конца 2020 года с каждой минуты остается все меньше времени, а значит, прежде чем строить планы на будущий, пора подвести итоги уходящего. Очевидно, что он был непростым. Виной тому, прежде всего, коронавирус, который, как стало принято говорить, разделил историю человечества на до и после. Он ударил по экономике государств и отразился на благосостоянии граждан. О победе над пандемией заявлять преждевременно, однако, мы сумели мобилизоваться. В этом заслуга всех и каждого. Ученых, властей, медиков, волонтеров и людей, не забывающих носить маску, соблюдающих социальную дистанцию и самоизоляцию. Впрочем, уходящий год нам запомнится не только этим. О наиболее заметных событиях в ближайшие 40 минут вам напомнят мои коллеги-корреспонденты Медиахолдинга «Экспресс», которые на правах ведущих займут свое место в этой студии. Это программа «События». Итоги. Я Егор Гурин. И мы начинаем. Уходящий год заставил весь мир жить по новым правилам и даже законам. Пандемия коронавируса изменила привычный уклад и обязала более трепетно относиться к своему здоровью. По официальным данным, COVID-19 заразились около 80 миллионов человек. Это каждый сотый житель земного шара. Почти 2 миллиона справиться с болезнью так и не смогли. Активная борьба с инфекцией продолжается. Она ведется как в мировом масштабе, так и в каждом отдельно взятом населенном пункте. О том, какие меры предпринимались властями в Пензенской области, мы регулярно рассказывали вам в течение года. Сейчас приветствую в студии своего коллегу Александра Маркеева. Саша, здравствуй. Надеюсь, тебя и твою семью пандемия никак не коснулась. Здравствуй, но про себя точно не могу утверждать. Если бы переболел, то бессимптомно были периоды легкого недомогания, но без температуры или потери обоняния. А вот родственникам, к сожалению, повезло меньше. Ковидом во всех его, так скажем, проявлениях переболели две мои тети. Причем одна из них больше недели находилась в реанимации. Сейчас самое страшное позади. Спасибо огромное нашим медикам. Знаешь, я думаю, в регионе нет такой семьи, которая не столкнулась бы с коронавирусом. И сейчас предлагаю вспомнить, как все начиналось. Вот с этими таблетками лазю по всем аптекам. И везде разные цены. Коронавирус начал диктовать новые условия жизни за пару недель до того, как в Пензенской области подтвердили первый диагноз. В конце февраля в регионе был зафиксирован рост цен на некоторые лекарства и средства индивидуальной защиты. В середине марта ситуация начала обостряться. Появился так называемый нулевой пациент. Власти были вынуждены ввести режим повышенной готовности. Первые ограничения коснулись школьников. Весенние каникулы начались досрочно и затянулись. Занятия постепенно начали переводить в дистанционный формат. Преподаватели все на рабочих местах на сегодняшний день. Потому что мы вот как раз решили его и посвятить в основном выстраиванию модели, такой полноценной модели мобильного электронного образования дистанционного. Мы решили полностью выстроить до конца, вот как мы будем взаимодействовать в такой ситуации. Вторая половина весны стала самым непростым периодом для всей России. Президент Владимир Путин ввел режим нерабочих дней до 12 мая и несколько раз объявлял о пакете мер по поддержке граждан и бизнеса. Самоизоляция, публичные и массовые собрания под запретом, культурная и спортивная жизнь замерли. По всему городу только люди в спецкостюмах, где с раствором обрабатывают скверы, парки, остановочные павильоны, общественный транспорт, места торговли. У нас работает продовольственный магазин, люди туда все равно ходят за продуктами. И в целях безопасности, где в торговых центрах встроены продуктовые магазины, это необходимо. В Пензенской области в короткие сроки выстроили четкую цепь по отработке каждого случая по подозрению на ковид. Был создан штаб по нераспространению инфекций и фонд для борьбы с опасным недугом. Направлять средства на поддержку людей, пострадавших от пандемии, мог любой неравнодушный. Вместе с бизнесом мы создали фонд борьбы с коронавирусом. Поступления в фонд уже начались. Идут поступления и от промышленных предприятий, от малого зрения бизнеса, от простых граждан. Я принял решение перечислить свою заработную плату за месяц в этот фонд. В борьбе с коронавирусом объединились буквально все на региональном уровне. Жители многоквартирных домов на три месяца освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт. В июне над Пензенской областью состоялся воздушный крестный ход. Митрополит Серафим облетел несколько районов с пензенским списком с иконы Казанской Божьей Матери. Это икона, список нашей Казанской иконы Божьей Матери, которая была дарована в основании нашего города Пенз. Поэтому мы решили с этим списком полететь, чтобы всю нашу пензенскую землю благословить в тяжелое время. Чтобы рассказать о ежедневных подвигах только наших врачей, не хватит и целой программы. К ним на помощь направили студентов старших курсов медколледжа. Кто-то трудился в красной зоне, кто-то работал в городском полцентре. В связи с тем, что количество вызовов у нас сейчас увеличилось до 2500 за день, то у нас сейчас рабочие места появились дополнительно. По решению нашего министерства Пензенской области пришли наши студенты. Для тех, кто лечился от коронавируса на дому, Иван Белозерцев распорядился выделить 9 миллионов рублей на покупку бесплатных лекарств. Позднее эту инициативу озвучили и на федеральном уровне. Люди начнут принимать лекарственные препараты, которые будут эффективны для них под наблюдением врачей. Люди, заболевшие, не будут тяжелеть. И часть из них впоследствии не будут обращаться в больницы, в скорую помощь, для того, чтобы их госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья. Удобно? Конечно, очень удобно. И хочу сказать спасибо всем, кто задействовал в этом. Волонтер. В уходящем году это слово прочно вошло в наш лексикон. Добровольцы всегда оказывались там, где была нужна помощь. Они занимались доставкой продуктов одиноким и пожилым людям, разводили лекарства и врачей, дежурили в красных зонах больниц и в колл-центрах. Моя коллега, корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Анна Воронова, тоже из их числа. Аня, я всегда знал, что у тебя большое сердце, и ты просто не могла остаться в стране. Да, ты знаешь, когда я представила себя на месте бабушек и дедушек, которые остались совершенно одни, я сразу же пришла в волонтерский штаб, чтобы им помогать. Мне удалось поработать на горячей линии. Я также развозила продукты по адресам. Полученный опыт для каждого добровольца, он просто бесценен. Эта работа дала массу эмоций и заставила посмотреть на привычные вещи другими глазами. Впрочем, осознание этого пришло далеко не сразу. В этом году слова добровольц и волонтер впервые массово зазвучали в конце марта. Тогда режим самоизоляции застал многих врасплох. Особо остро ограничения на себе почувствовали люди из так называемых групп риска. Многие одинокие пенсионеры, чтобы не рисковать здоровьем, старались не выходить из дома даже за самым необходимым. Им на помощь пришли волонтеры. Я хотел бы отметить, что эта работа будет вестись в индивидуальном порядке. Я надеюсь, что представители социальной защиты предоставят нам возможность взаимодействовать с каждым ветераном, участником войны, инвалидами. Такие данные есть. Мы будем в индивидуальном порядке работать с ними. Все начиналось с доставки продуктов питания. Растерянные бабушки и дедушки просили привезти хлеб и молоко. Чуть позже списки расширялись, и пенсионеры стали запасаться впрок. Пакет с продуктами оставляем около двери, которая в подъезде. И дальше нам нельзя заходить. В это же время в регионе стала формироваться волонтерская команда. 95% добровольцев – это молодые люди в возрасте до 30 лет. То, что молодежь пришла на помощь, и все больше и больше молодых ребят заявляется с просьбой записаться в волонтерское движение, это нужно говорить. В апреле количество звонков в волонтерские центры перевалило за тысячу. О помощи добровольцев просили не только пенсионеры, но и многодетные и малообеспеченные семьи. И в списках того, что необходимо привезти, оказывались не только продукты, но и лекарства. Были обращения и совсем не по адресу, но в каждом случае волонтеры старались помочь, успокоить и направить к нужным специалистам. Именно в этот период стали поступать просьбы от больных с сахарным диабетом. Им жизненно был нужен инсулин. Девочки принимают заявку. Я уже утром приезжаю в штаб, непосредственно составляю список обращений, планирую до обеда маршрут, выезжаю по поликлиникам. Захожу сначала к старшей медсестре, беру у нее рецепт. С этим рецептом иду в регистратору, ставят мне печать. Оттуда еду в аптеку. В аптеке получаю по этому рецепту инсулин и другие редкие препараты. Дальше уже из аптеки еду непосредственно к человеку, выдаю. Люди очень благодарны. Вот именно вот эта сложная процедура в условиях коронавирусной инфекции, ходить по поликлиникам. Количество обращений в колл-центр волонтеров вновь стало увеличиваться осенью. Но выросло и число добровольцев. Чтобы помочь другим, люди жертвовали собственным обеденным перерывом и временем после работы. Не все для себя я делаю. То есть если ты можешь, ты помогаешь людям. И главное, чтобы это приносило удовольствие, а не в тягости. Люди, которые это увидели, они поняли, что помогать своим ближним, своим соседям – это очень важно и нужно. И сейчас мы встречаем с тем, что порой человек и мечтает себя волонтером, но при этом он может помогать соседней бабушке. Это очень важно. И на самом деле это серьезный прогресс. 2020-й подошел к концу, но работы у волонтеров меньше не стало. Ребята активно участвовали в традиционной новогодней акции, в рамках которой добровольцы доставляли подарки многодетным семьям, воспитанникам детских домов и интернатов. При этом деятельность волонтеров теперь координирует новый территориальный ресурсный центр. Он создан на базе Дома молодежи. Особое внимание к добровольцам-водителям. Каждый из них уже получил топливные карты для покрытия расходов на бензин. Одно из самых основных направлений – это, конечно, наши волонтеры-водители, которые помогали и в первую волну развозить доставки, развозить продукты, развозить лекарства. Сейчас появился еще один момент – это волонтеры-водители, которые могут помочь доставку врачей до работы и с работы. Добровольцы признаются, каждый из них пришел сюда по зову сердца. И тех, кто располагает временем и, главное, желанием помогать, они всегда готовы принять в свои ряды. Уходящий 2020-й стал для социальной сферы и так ежегодно насыщенной событиями по-настоящему особенным. Из-за пандемии были скорректированы планы по поддержке семей с детьми. Малообеспеченным родителям стали перечислять пособия на детей от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума в регионе. На месяц раньше – не с июля, как изначально планировалось, а с июня. Получают выплату малобеспеченные семьи, у которых доход на члены семьи ниже прожиточного минимума на душу населения, то есть 9 544 рубля. Сумма выплаты составляет 4 908 рублей 50 копеек. Количество получаемых еще у нас увеличилось в связи с тем, что президентам были введены дополнительные критерии. Это помимо малобеспеченных граждан, это еще и те, которые временно потеряли работу. Кроме того, была введена выплата на детей в возрасте до 3 лет. С апреля по июль семьи получили по 5 тысяч рублей в месяц. В студии ко мне присоединяется Юрий Конгуров. Здравствуй, скажи, твоя семья получала какие-то выплаты от государства? Здравствуй, Егор. Да, мы дважды получили выплату по 10 тысяч рублей. Это то самое, что предназначало семьям с детьми от 3 до 16 лет. Но отмечу, кстати, что наряду с поддержкой населения на фоне пандемии коронавируса помощь потребовалась и бизнесу. Это направление стало одним из основных в работе правительства как федерального уровня, так и регионального. Несмотря на возникшие в связи с коронавирусом трудности, пензенская промышленность сохранила за собой право определять дальнейший курс своего развития. Так, например, на крупном бумажном предприятии в начале 2020 года запустили новую производственную линию. Это дало 20 дополнительных рабочих мест. Вы не стоите на месте. Вы создаете рабочие места. Вы увеличиваете объем выпускаемой продукции. Вы увеличиваете налоговое поступление в бюджет пензенской области, в бюджет города Пензы. На первых порах жители всей страны столкнулись с дефицитом масок. Неожиданно возросший спрос заставил некоторые пензенские предприятия переориентировать производство. Отложив срочные заказы, швейные цеха начали изготавливать лицевые маски. Они заключили договор, соответственно, установили ту цену, которую устраивают обе стороны, и приступили к реализации этого проекта. COVID-19 мобилизовало машиностроительные предприятия. На одном из заводов наладили выпуск тоннелей для дезинфекции верхней одежды и открытых участков кожи. Оборудованием пензенского производства оснастили рабочую резиденцию президента России в Новоогореве и даже в Кремле. На другом предприятии начали выпуск кислородных станций для больниц. Они работают автономно и производят медицинский газ из атмосферного воздуха. Для подготовки сжатого воздуха после компрессора используются сепараторы и магистральные фильтры. За осушение воздуха здесь отвечает отсерпционный осушитель горячей регенерации с воздуходухом. Пока пензенские производители занимались поиском новых решений, власти работали над мерами поддержки деловой активности малых и средних предприятий. Так появились кредиты под льготные 2%, субсидии от регионального Минека, сниженная налоговая ставка. Наиболее интерес вызывает так называемая субсидия в размере одного МРОД 12-130. Ее начнут получать субъекты малого и среднего бизнеса, которые относятся к пострадавшим отраслям. Если говорить в целом, то предприятия Пензенской области увеличили объем выпускаемой продукции. Общий индекс промышленного производства региона превысил 110%. Экспорт вырос на 70%. Объем инвестиций в экономику составил более 10 миллиардов рублей. По итогам года создано 380 новых рабочих мест. В 2021 году бизнес ждут дополнительные меры поддержки в сфере налогообложения. На снижение налоговых ставок смогут рассчитывать те, кто оказывает услуги в сфере торговли, общепита, рекламы, транспорта и IT-технологий. Сейчас приветствую в студии Елену Моисееву. Лена, здравствуй. Здравствуй. Я так понимаю, сегодня мы будем говорить об обеспечении научно-технологического и социально-экономического развития региона, а еще о том, какие новые возможности для самореализации появились у наших земляков. Ведь именно так официально звучат главные цели нацпроектов, инициированных лично президентом страны. Да, Егор, все верно. Тем более, что этот год по сравнению с 2019, когда только стартовали масштабные проекты, был уже неэкспериментальным. К реализации приоритетных задач в Пентинской области приступили с полной уверенностью, что справимся. А пандемия каким-то образом отразилась на крупных и значимых стройках, которые проводились под эгидой нацпроектов? Удивительно, но нет. Работа по возведению социальных, культурных и спортивных объектов, да и по преображению общественных пространств не прекращалась ни на день. И, насколько мне известно, введенный режим самоизоляции в начале года даже ускорил сдачу, например, автомагистралей. В этом году в Пензенском регионе реализовали национальные проекты на 14 миллиардов рублей. Они позволяют ликвидировать очереди в школы и детские сады, достигать жителям успехов в спорте и творчестве. И, что немаловажно, сделать доступной каждому качественную медицинскую помощь. Кстати, наша область вошла в тройку лидеров цифровизации здравоохранения. А еще в 2020-м заработала санавиация. Воздушные суда эвакуируют больных в федеральные медцентры. Более 20 медиков прошли специальную подготовку по оказанию помощи пациентам в условиях полета. В рамках нацпроекта здравоохранения особое внимание уделили вопросу реконструкции 6-й городской больницы имени Захарьина. Решая задачу по снижению младенческой смертности и заболеваемости детей, на территории региона построены вновь и модернизированы несколько учреждений здравоохранения, где принимают маленьких пациентов. Их активно переводят на новые стандарты бережливого производства. Например, в Сердобской детской поликлинике только на закупку оборудования по нацпроекту направили свыше 40 миллионов рублей. Еще свыше 500 миллионов рублей из федерального бюджета выделили на реконструкцию корпусов областной детской больницы. Новую поликлинику достроили и в Пензенском районе, правда, ее возводили уже в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда». Кстати, по нему же в заводском районе Пенза строят два дома для расселения людей из ветхого и аварийного жилья. А еще по этой федеральной программе активно реализуется региональный проект формирования комфортной городской среды. Он позволил комплексно благоустроить дворовые и общественные территории. Ну а главным подарком, пожалуй, для всех жителей стала обновленная фонтанная площадь. То, что касается, скажем так, моих впечатлений визуальных, они достаточно хорошие, эмоциональные. В рамках нацпроекта «Образование» в этом году построили и открыли две школы в Дальнем Арбекове на 800 и 1100 мест. Вообще, даже некоторые сельские школы становятся в один ряд с городскими по техническому оснащению. В них открываются так называемые «точки роста». Это центры образования цифрового и гуманитарного профилей. В них есть новые компьютеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры и многое другое. В рамках нацпроекта «Демография» в Пензенской области действуют несколько региональных программ. В том числе по поддержке семей, в которых родился первенец. Губернаторские жилищные сертификаты получили 365 семей. Это на 90 семей больше, чем в 2019-м. Это очень большое дело. Очень приятно поддержка. Очень приятно, да. И очень тяжело самим это все, конечно, поднять. То, что государство заботится о нас. Да, поэтому когда государство помогает, конечно, пускай хоть какая-то копеечка, но это очень хорошо. А чтобы родителям было легче, поэтому же нацпроект устроят детские сады. В их числе два сада на 120 мест каждый в микрорайоне Заря и селе Засичном. Еще 160 мест создано за счет капремонта и реконструкции действующих дошкольных учреждений. В нацпроект «Демография» входит и федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Благодаря его реализации спортивная площадка в Нижнем Ломове станет лучшей во всей области. Там реконструируют стадион с футбольным полем. У нас 14 видов спорта представлено на областном уровне. Я не знаю, может ли еще какой-то район сказать. И вот этот стадион, это уже назрела необходимость. Потому что в прежние годы, вот он старенький был, он уже не соответствовал требованиям. Самым крупным объектом, который реконструировали в этом году по нацпроекту «Культура», стало бывшее здание Дома офицеров. После официального открытия учреждение назвали Центром культурного развития «Губернский». На вооружение лесничеств в Пензенской области в рамках нацпроекта «Экология» в этом году поступила спецтехника, необходимая для защиты зеленых насаждений от огня. На закупку машин и оборудования направили около 50 миллионов рублей. Необходимость, она острая была, потому что, так скажем, практически еще со времен СССР техника не обновлялась. Ударными темпами в этом году работали дорожники. Сразу несколько крупных магистралей официально открыли для движения досрочно. На целых два года раньше удалось построить новую дорогу на улице Зеленодольской и отремонтировать на Алой. На год раньше завершился первый этап реконструкции улицы 40 лет октября. На месяц виадука в поселке Монтажный. Благодаря слаженной работе Пензенской области, проектной команде «Безопасные и качественные дороги», Пензенская область, как и в прошлом году, имеет все шансы войти в пятерку лидеров по реализации проекта. Хочу пожелать всем удачи, новых дорог, ровных дорог, безопасных дорог. И не только в пятерку. По итогам года наша область стала лидером в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заняв первую строчку рейтинга среди субъектов страны. На 2020 год были грандиозные планы. Президентом он был объявлен годом памяти и славы. 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне хотели отметить с небывалым размахом, но из-за введенных ограничений получилось как никогда скромно. Мой коллега Евгений Налдеев до последнего не хотел верить, что торжества по случаю 9 мая придется отменить. Таких людей, как он, принято называть хранители памяти. Он действующий боец поискового отряда. Евгений, здравствуй. Здравствуй. Каким этот год будет для тебя? Вообще год очень был необычный, потому что все то, что мы надеяли, все то, что предполагали, сбылось в самую его малую часть. То есть, что называется, и страна ушла в онлайн, и история, история, которая передается через сердце, через семейную память, через семейные фотографии, все это тоже ушло в онлайн. Вообще, конечно, мы привыкли к большим массовым гуляниям в дни празднования Великого Дня, Дня Победы. То есть, это и шествие бессмертного полка, это и акции «Судьба солдата», это и многое другое. В этот раз все прошло, конечно, выходило в узком кругу. Были всероссийские акции, это волонтеры Победы помогали ветеранам что-то, говорится, убраться на дому, около домов, кто живет в частном секторе. И, конечно, это были акции «Клумба для ветерана», ну, как не вспомнить нашего великого Владимира Михайловича Кирханаджева, который недавно и стал в живых, вечную память. И я сам лично приезжал, он жил на первом этаже, как раз перед балконом его дома «Клумба». И дворник, с которым я общался в дворе, рассказывал, что он следил, как эту «Клумбу» сажают, как цветы высаживают. То есть, ему это было все живо, радостно, неинтересно. То есть, человек проявлял действительно не просто внимание, вот да, для меня сажают цветы, но он радовался, что это не просто для меня. Да, и он один из тех тысяч, все равно еще живы ветераны, дай бог ему говорится, здоровья, которые остались по стране, и для них вот такие же цветы сажали этой весной. 75-летие весной, в память о той весне 45-го года. То есть, все мероприятия, они свелись к череде акций, которые были адресными и устраивались для конкретного ветерана. Совершенно верно, ведь их уже осталось очень мало, буквально на перечет. И тем более, цены те люди, которые еще в здравом уме, здравом памяти, которым еще можно пообщаться, пусть даже хотя бы по телефону. И вообще, надо сказать, что этот год, опять повторюсь, мы говорили, что страна ушла в онлайн. В этом году, как никогда, очень много, потому что было объявлено, что бессмертный полк пройдет в режиме онлайн, очень много было выложено в интернет-сеть фотографий ветеранов. Их, как говорится, в форме. Запечатленных тех, кто уходил, ушел на фронт и не вернулся. Рассказы о них, рассказы о тех, кто пришел с войны. То есть, все то, что передается. И, конечно, это ведь делали не просто сыновья-внуки. Эти люди уже в возрасте делали правнуки, праправнуки. То есть, когда эта война прошла, уже чуть ли не 80-летие, и скоро будет. Сейчас 75-десятилетие со дня победы. Но то, что в этих семьях объясняли, рассказывали, это немаловажно. И то, что называется, громким словом, военно-патриотическая работа, нет. Понимаете, из ничего и ничто не рождается. Были люди для нас, теперь есть мои буты после нас. Но память, голос крови, то, что живет в нас, это очень живо. Это передается с поколения в поколение. И вот это важно, что этот год позволил, чтобы в каждой семье, хорошо, не в каждой, в большинстве семей сказали, вспомни, он был тем, кто был для тебя. И вот ты живешь благодаря ему. И вот это важно. И вообще хочется сказать, что в этом году та планомерная поисковая работа, которая велась каждый год, в этом году Москва объявила так. Ребята, кто живет в регионах, где была война, копайте у себя, не приглашайте гостей. Кто живет в тылу, занимайтесь работать в архивах. Надо сказать, что у нас в этом году в регионе был реализован крупный президентский проект на средство президентского гранта «Ушедший в сурское небо». Это обо всех летчиках-авиаторах, погибших в годы войны на территории области. У нас было два запасных авиационных полка, где переобучали летчиков на штурмовики Ил-2. И вот вышла книга, и такой книги еще ни один регион не выпускал. Что же касается поисковой работы, то у нас, кажется, сотрудничество, благодаря нашему губернатору Ивану Александровичу Блазерцеву с Орловской областью, и мы вместе с орловскими поисковиками ездили на вахту памяти в один из районов, где проводили ее, вели поисковые работы на местах боев августа 1942 года. То есть пусть не так много было сделано находок, но наши боевые брасы с орловскими ребятами, это настолько нас сблизило, что мы уже договорились в следующем году, если все будет нормально, мы опять вместе поедем. Спасибо, Евгений. Этот 75-летний юбилей, мне кажется, точно войдет в историю. Безусловно. Рециркулятор используется в общественных местах в присутствии людей и домашних животных. Полная рециркуляция воздуха происходит за полтора-два часа. Дышите чистым воздухом и будьте здоровы. С заботой о вас. Рециркуляторы Джордан Эйр. Телефон 2105-58. Организация «Похорон». 30-55-55. Круглосуточно. Вера в лучшее и оптимизм в этом непростом году добавляло, конечно, искусство. Правда, увидеть его вживую удавалось довольно редко. Зато простор для самообразования открывался очень большой. Наш корреспондент Ольга Сайганова готова рассказать, было ли что-то яркое в культурной жизни Пензы 2020 года, кроме локдауна. Да, творческим людям в 2020-м пришлось быть как никогда креативными. И, в общем-то, можно сказать, что они справились, когда ограничения были сняты настолько, что городские площадки снова заработали, зрители увидели достаточно много оригинальных премьер. Случился и традиционный театральный фестиваль «Золотая провинция», на котором пензенцы побывали на спектаклях уже знакомого театра у моста. Это было одно из немногих иногородних выступлений. А вот пензенские постановки местами шокировали, в том числе своими пророческими словами. Закрылись города, повсюду карантины. Ни праздников, ни ярмарок. Картина печальней не придумаешь. Звучит знакомо, правда? Это не описание 2020-го, а отрывок из пензенской постановки «Чума на оба ваши дома». Этот спектакль – продолжение истории о Ромео и Джульетте. Когда авторы брались за этот материал, они, конечно, ничего такого не имели в виду. Просто искусство совпало с жизнью. Премьеру зритель увидел только спустя 9 месяцев после начала репетиции. И она оказалась очень красивой работой о любви и добре. Оль, а как люди искусства вообще переживали разлуку со зрителем? Ну, надо сказать, что в основном они продолжали работать дистанционно. Помог в этом и телеканал «Экспресс». Так, в нашем утреннем эфире артисты пензенского тюза читали для детей сказки. А к 120-летию со дня рождения Лидии Руслановой наша творческая группа подготовила фильм-концерт. Кстати, среди творческих людей попадались и те, кто даже во время пандемии себя не жалел. Точно знаю, что часть деятелей культуры трудились волонтерами. Как бы то ни было, все они после пережитого, каждый по-своему, изменились. Лайки, стримы, гаджеты всех мастей. Люди искусства в 2020 году стали гораздо ближе к технологиям, чем можно было представить даже в самых смелых мечтах. С сотых дублей, научившись работать на встроенную камеру целых шесть месяцев, они все-таки находили способы встретиться со своим зрителем. Найдите себе дело по душе, но самое главное – оставайтесь дома. Ведь от этого зависит здоровье вас и ваших близких. Позднее многие из артистов признавались – локдаун в их бурной жизни во многом стал благом. Помог собраться с мыслями, подумать о своем творчестве и просто побыть вместе с семьей. А в некоторых случаях изоляция и вовсе стала источником вдохновения. Чуть меньшими темпами, чем с полок пропадала гречка, встревоженные пензенцы возвращали билеты в кассы. Концертным агентствам пришлось искать деньги много и сразу. Мы столкнулись с дефицитом наличности просто и с дефицитом денег на расчетных счетах по той причине, что концерты уже были отправлены предоплатой, уже были потрачены деньги на рекламу. На зрителях это практически не отразилось. Деньги вернули всем, а к середине лета жесткие ограничительные меры смягчились. Артистам позволили вернуться на площадки. Правда, только на уличные. В Пензе зазвучало «Лето в городе». Ложкой снег мешает, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спи? Мы специально приехали на этот концерт, благодарны мы за эти концерты, потому что была куплена куча билетов и на март, и на апрель, и никуда не ходили. Так что вот сейчас отдушина такая, просто очень здорово, что придумали такой проект. Этот год останется в памяти, к сожалению, также из-за потерь. Пенза лишилась одних из самых ярких деятелей культуры. Из жизни ушли художник-маринист Александр Заикин, педагог и композитор Роман Давыдов. Огромной утратой стала гибель режиссера и руководителя Центра Дома Мейерхольда Натальи Кугель, и поэта Ларисы Яшиной. Можно с уверенностью сказать, что они навсегда останутся в сердце Пенза, которую они так любили. С тебя, мой город, начинается и слава наша, и беда. Не центр вселенной, но губернии. Душой велик, умом глубок, не зря же бунтарей и гениев сюда все посылает Бог. В 2020-м пензенскому зрителю пришлось забыть о звездах всероссийского масштаба. Счастливыми исключениями стали День города в Пензе, на котором выступила группа Бурита, и 75 лет атомной промышленности в Заречном. Туда пригласили группу «Зверя». Режим повышенной готовности снова изменился в августе. Артистам разрешили играть концерты и спектакли в помещениях. Первыми откликнулись музыканты. Собрать зрителей под крышей храма искусства не помешало даже то, что творческий сезон, как таковой, еще не начался. Строгие меры сохраняются и сейчас. Зал должен быть заполнен наполовину, люди обязательно в масках. А социальную дистанцию артисты соблюдают даже на репетициях. В случае с харами это выглядит особенно непривычно. А вот в драматическом театре остались верны традициям. Спешить не стали. 228-й театральный сезон стартовал, как и другие, в начале сентября. Рассчитывали, что этот сезон откроется, состоится? Конечно. Вместо шлейфа духов на входе в театр в этом сезоне запах антисептика. А маски, когда такое было, просят надеть самих зрителей. Но это уже не важно, ведь произошло главное – театр вернулся. Театр жив! Жив всегда! Театр жив! Мы долго ждали этого момента. И, конечно, счастье от того, что зритель идет – это приятно. На улице дождик, седра поливает. В октябре 2020-го Пензенская область, Россия и мир отметили значимую дату – 120 лет со дня рождения Лидии Руслановой. Телеканал «Экспресс» совместно с Министерством культуры региона подготовил фильм-концерт «Наша Русланова». Валенки, да валенки, ой, да не подшитые стареньки. Валенки, да валенки, ой, да не подшитые стареньки. Пожалуй, валенки – это как раз один из символов духовной силы. И того, что культура тоже всегда была на передовой борьбы с самым страшным врагом. Сегодня, конечно, по-прежнему непонятно, каких еще ограничений может потребовать коронавирус дальше. Но совершенно ясно одно – искусство останется с нами. Сейчас приветствую в студии Петра Голубева, нашего спортивного обозревателя. Петр, с наступающим тебя Новым годом! Спасибо тебе тоже! Скажи, чем запомнился тебе год уходящий? Прежде всего, для наших атлетов он оказался весьма неоднозначным. С одной стороны, немало достижений, с другой – коронавирус, который просто не мог не наложить отпечаток на спортивную жизнь. И если, подводя итоги 2019-го, мы говорили о том, что наши атлеты из-за отстранения не смогут выступать на крупных турнирах под российским флагом, то в 2020-м оказалось, что это не так уж и страшно, ведь участвовать оказалось попросту негде. В начале 2020-го года мало кто мог предположить, что весь мир встанет на паузу. Это касается и спорта. Известный факт, что Олимпийские игры останавливали войны, но в случае с пандемией этого не случилось. Начиная с марта постепенно начали поступать новости об отмене всех крупных соревнований. Стали закрываться спортивные сооружения, а со временем запретили и тренировки. Я понимаю, наши профессиональные команды, вот, рэкбисты готовились к сезону, да, все у них встало, и это командная игра. Здесь тоже каждый не может заниматься отдельно, это командная игра. Поэтому проблемы существуют, но они существуют сегодня для всех. Мы понимаем, они не только в Пензе, они во всем мире. И поэтому надеемся, что вот эта вот наша самоизоляция позволит быстрее, быстрее вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция в итоге затянулась, однако спортсмены приспособились к новым условиям. Абсолютным трендом 2020-го стали онлайн или же попросту домашние тренировки. Социальные сети были полны видео от самых известных атлетов и не только, где они демонстрировали свои занятия. 20 километров спиной, шесть, семерочка. Хорошо, первая седа. И дорогу, прыжок. Катим, катим. Хорошо, и прыжочек добавили, прыжочек добавили. Все стало постепенно возвращаться в норму лишь к лету. Начали играть профессиональные клубы, а членам сборной России разрешили тренироваться. Кстати, первым официальным спортивным событием в стране после этой затяжной паузы стал стартовый матч пензенского локомотива в рамках чемпионата России по регби. Вы объявите себя в России в пары и открыты. Ура! Для Пензенской области это большая честь. Мы это воспринимаем еще и потому, что Пензенская область за многие-многие десятилетия воспитала много чемпионов Олимпийских игр. По итогам года региональное министерство спорта смогло отметить сильнейших. В итоге лучшим спортсменом Пензенской области в 2020 году стал Денис Айропетян. Его главное достижение в этом году случилось еще до начала пандемии. В составе эстафетной сборной России по шорт-треку он стал чемпионом Европы на 5-километровой дистанции. Также были серебряные медали пятого этапа Кубка мира и другие награды. Среди тех, кто также отличился, гимнастка Ульяна Перебеносова, самбист Илья Затылкин и дартсмен Роман Абухов. Я помню свой первый титул в 501, потому что это самый престижный разряд 501. И там, конечно, эмоции были, ну, что-то с чем-то. Сейчас, я думаю, они, конечно, любой титул чемпионский, он не меньше, эмоции такие же, но они уже как бы повторяются. Порадовали своих болельщиков и профессиональные клубы. Наибольших успехов в этом году достиг регбийный локомотив. После дебютного сезона в чемпионате России по регби 15 в Пензенской команде сделали выводы, укрепили состав и на этот раз дружина Александра Янюшкина финишировала в регулярке на первом месте. Кстати, еще одним важным событием стало то, что впервые за много лет был обыгран Красноярский Енисей СТМ. А вот плей-офф сыграет уже в следующем году. Все, кто следит за регби, понимают, что турнир на таблице. Сейчас выглядят очень, скажем, близко друг к другу все лидеры. Поэтому здесь нужно просто выходить на следующий матч и играть. Знаменательное событие произошло и в хоккее. Пять лет Дизель оставался за бортом плей-офф. Но в прошлом сезоне все-таки смог порадовать своих болельщиков и дошел до игр на вылет. Где до последнего сражался с лидером Тюменским Рубином. Дарят положительные эмоции своим поклонникам «Желто-синие» и в этом сезоне они находятся в числе лидеров ВХЛ. Спасибо болельщикам. Да, я соглашусь с коллегой. Они дождались кубкового хоккея. Я думаю, они довольны. Довольны той игрой, которую команда показывала. Я думаю, специалисты, никто не ожидал, что наша команда противопоставит такое сопротивление лучшей команде «Восток». Доиграть в прошлый сезон, кстати, удалось далеко не всем. К примеру, в женской баскетбольной Суперлиге 2, где выступает юность, сезон остановили досрочно. То же самое произошло и с волейбольным клубом «Университет Визит». Зато в новом сезоне и те, и другие идут в лидерах. В завершении остается пожелать нашим спортсменам, чтобы следующий год был совершенно не похож на этот и уже ничего не мешало им завоевывать медали. Кроме того, 2021 год неожиданно стал олимпийским и хочется верить, что в Токио без пензенцев не обойдется. 2020 год выдался непростым и уже подведя его итоги, хочется представить, каким будет год грядущий. Эксперты говорят, что 2021 пройдет под покровительством белого металлического быка. Света, ты как будущий астролог можешь сказать, к чему нам всем готовиться и будет ли следующий год легче предыдущего? Скажу так, каждому белый металлический бык будет помогать там, где это потребуется. Кому-то в любви, кому-то с карьерой и финансами. В целом же покровитель следующего года не любит тех, кто ленится и почивает на лаврах. А потому удача будет сопутствовать только тем, кто упорно трудится. Если же спуститься с небес на землю, можно сказать, что мы еще долго будем вспоминать уходящий 2020. В первую очередь сохранятся модные тенденции. Медицинские маски и перчатки будут в тренде все следующие 12 месяцев. Ведь Роспотребнадзор продлил свои предписания, вызванные пандемией коронавируса, до 1 января 2022 года. Не время сбрасывать маски. Роспотребнадзор продлил предписания касательно коронавируса на весь 2021 год. Обязательно к исполнению остаются все меры, включая социальную дистанцию и 14-дневный карантин или обсервацию людей с положительными тестами на COVID-19 и контактных лиц. Предприятиям следует запастись средствами индивидуальной защиты и антисептиками для сотрудников. Но 2020 год показал, что и в сложных эпидемических условиях регион может развиваться. Поэтому планы на следующие 12 месяцев довольно амбициозны. В первую очередь претерпит серьезные изменения региональная медицина. Нами утверждена и вами подписана программа модернизации первичного звена на следующий город, в рамке которых будет осуществлена, выделено, во-первых, 877 миллионов и с финансированием за счет средств областного бюджета в размере 63 миллионов, в рамках чего будет произведена капитальный ремонт, реконструкция и строительство новых зданий в медицинских учреждениях первичного звена. Это в районах с численностью населения до 50 тысяч населения. Обновят и техническое оснащение медучреждений первичного звена. Кроме того, медикам, работающим с ковидными больными, сразу на год продлят соответствующие выплаты. Это решение принято на федеральном уровне. Размер выплат по-прежнему будет рассчитываться с учетом фактического времени работы с больными коронавирусом. Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 по-прежнему смогут рассчитывать на бесплатные лекарства. Медикаменты будут назначаться лечащим врачом автоматически. Легче станет врачам и добираться до пациентов. В новом году в поликлинике поступят еще 144 автомобиля. Курсировать они будут по обновленным дорогам Пензы и области. У регионального Минстроя грандиозные планы на 2021-й. В следующем году мы, исходя из первоначальной, так сказать, у нас дорожный фонд где-то около 6 миллиардов рублей. Получается пока без привлечения средств федерального бюджета. Я думаю, что мы опять также будем привлекать средства федерального бюджета. Пока мы планируем около 600 километров привести в нормативное состояние, так сказать, отремонтировать. И в рамках национального проекта это 83 объекта, значит, 86 километров. В 2021-м завершится самая глобальная дорожная стройка. Осенью введут в эксплуатацию Бакунинский мост в Пензе. Отстроить заново планируют еще около 30 километров региональных дорог. Особое внимание планируют уделить реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021-м планируют возвести порядка 800 тысяч жилых квадратных метров. В Инстрое регионы уверены, что квартиры в новостройках будут востребованы, ведь льготную ипотеку продлили до 1 июля следующего года. До этой даты жители Пензенской области смогут оформить жилищный кредит под 6,5%. Работа будет кипеть и на стройках социально важных объектов. В 2021-м в области планируют ввести в строй еще 7 детских садов. В эксплуатацию введут и школу в Мичуринском, начнут возводить общеобразовательные учреждения в Чемодановке. Больше всего изменений в 2021-м ждет социальную сферу. С января в России изменится методика расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Их предлагается исчислять, исходя из медианного дохода, когда половина населения получает больше, половина меньше. Так, МРОД в 2021 году вырастет на 5,5% и достигнет 12 792 рублей. Значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля. Это почти на 4% больше нынешнего уровня. Вырастет и материнский капитал. Выплату на первого ребенка поднимут с 466 с небольшим до почти 482 тысяч рублей. На второго с 616 до 639 тысяч. Индексация ждет и пенсии. У неработающих пенсионеров выплаты увеличатся на 6,3%. В Пензенской области органы соцзащиты начнут оказывать федеральную помощь на основании социального контракта. Это новый механизм взаимодействия, в рамках которого государство предоставляет выплаты, а гражданин с их помощью стабилизирует финансовую ситуацию, чтобы вывести семью из трудного положения. На 2021 год запланировано заключить около 4 тысяч таких соцконтрактов на сумму около 300 миллионов рублей. Планируют в новом году и усиливать меры по борьбе с безработицей. В 2021 году запланирована модернизация центра занятого населения города Пензе. Модернизация будет осуществляться в соответствии с едиными требованиями организации деятельности органов службы занятости. Это позволит не только улучшить условия комфортности и доступности услуг, а также адресу работу со всеми участниками рынка труда. Мы обязательно продолжим работу по стабилизации уровня дестроимой безработицы и восстановлению численности занятого населения в регионе. В настоящее время разрабатываем региональный медведомственный комплекс мер, который будем утверждать в Министерстве строительства Российской Федерации. Продолжится и взаимодействие с волонтерскими организациями и общественными фондами по поддержке малообеспеченных семей и людей старше 65 лет. Обеспечивать их продуктовыми наборами будут, пока пандемия не отступит. Очень кстати, в январе начнет действовать закон об удаленной работе. Во-первых, официально появится такое понятие, как дистанционный труд. Причем при наличии оснований работодатель сможет приводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить работников необходимым оборудованием или возместить затраты. Зарплата при этом должна сохраниться в полном объеме. Это лишь часть нововведений, которые нас ждут в наступающем году. Однако можно смело сказать, что сбудутся даже самые амбициозные планы. Регионы уже научились не только жить, но и развиваться в условиях самых жестких ограничений. Ну вот и все. В этом году это был последний информационный выпуск. Спасибо всем, кто над ним работал. А это большая команда от водителей до редакторов. А вам спасибо за то, что все это время были нашими телезрителями. Желаем, чтобы вы и ваши близкие прежде всего были здоровы. Чтобы в семьях была гармония и достаток. Чтобы все плохое осталось в прошлом, а загаданное в новогоднюю ночь обязательно сбывалось. Будьте счастливы и с Новым годом!